Привет, друзья! Сегодня разберём ещё одну задачу из прошедшего ОГЭ по математике. Номер 21. Читаю условия. Из А в Б одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал весь путь с постоянной скоростью. Второй проехал первую половину пути со скоростью 30 км в час. А вторую половину пути проехал со скоростью больше скорости первого на 9 км в час. В результате чего прибыл в точку Б одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля. Ну и как видите, я уже тут сразу составил схемку. И первый автомобиль, и второй автомобиль проехали одинаковое расстояние. Первый ехал с постоянной скоростью, вот я её обозначил за V1. Второй половина пути, вот S пополам, ехал со скоростью 30 км в час. Вторую половину пути ехал со скоростью большей, скоростью первого на 9 км в час. То есть V1 плюс 9. Так как оба приехали одновременно, время, потраченное на дорогу, обоих одинаковое. Как будем решать? Ну для начала давайте вспомним формулу для времени. Это путь, делённый на скорость. Но если с первым автомобилем всё понятно, весь путь, скорость постоянная, поделили S на V, получили время. То со вторым автомобилем не всё так уж ясно. Вроде бы путь тот же самый, но скорость складывается из двух. Этой и этой. Какую взять? Ну нужно искать среднюю. Поэтому давайте пишу V средняя. Как найти эту V среднюю? Я уже говорил, что распространённая ошибка это взять, сложить обе скорости и поделить пополам. Но это получится не средняя скорость, а среднеарифметическая. Поэтому так делать нельзя. Какова формула для средней скорости? Это весь путь на всё время. Ну весь путь, понятное дело, S. А всё время складывается из чего? Из T1, время потраченное на вот этот участок. И T2, время потраченное на вот этот участок. Как найти T1 и T2? Ну снова пользуемся формулой для времени. Т1, это пройдено за Т1 путь S пополам. Делить на скорость. То есть на 30. За время Т2 тоже пройден путь S пополам. То есть по пути. Но скорость V1 плюс 9. Поэтому делим ещё на V1 плюс 9. Ну давайте теперь приведём тут всё к общему знаменателю. Что у нас с вами получится? Тут будет S, S. Сюда дополнительный множитель V1 плюс 9. Сюда дополнительный множитель 30. Ну и так как был плюс, пишу плюс. Ну а тут просто перемножаем знаменатель и получаем 60 на V1 плюс 9. Теперь смотрите, у нас S и S сокращаются. Вот эту вот штуку мы с вами переносим в числитель. И у нас получается, что средняя скорость второго равна 60 V1 плюс 9. Ну собственно, что я так пишу? Можно сразу же умножить, да? 60 V1 плюс 540. Делить на V1 плюс 9, плюс 30, 39. Ну и для чего мы всё это делали, вспоминаем? Для того, чтобы взять и подставить вот эту вот штуку вот сюда. А ещё раньше мы с вами должны вспомнить, что время в пути первого и второго одинаково. Значит, мы можем приравнять S, делённое на V1, к S, делённое на V среднее. Теперь можем поделить и правую, и левую часть на S и получим вот такое вот отношение. Единичка на V1 равно единичка на V среднее. Вместо V среднего подставляем вот эту вот штуку. И таким образом у нас знаменатель оказывается в числителе. А числитель в знаменателе. Теперь перемножаем крест-накрест и решаем с вами обыкновенное квадратное уравнение. Получается 60V1 плюс 540 с одной стороны и с другой стороны V1 в квадрате плюс 39V1. Ну, V1 в квадрате у нас в правой части, поэтому давайте всё переносить вправо. Получим V1 в квадрате минус 21V1 минус 540. Всё это равно нулю. Ну и, в общем, осталось что сделать? Либо по теореме Виета подбирать корни, либо через дискриминант. 21 в квадрате это 441. 540 на 4 это 2160. Дискриминант получаем 2601. Это 51 в квадрате. Отлично. Значит, V1 может быть либо 21 плюс 51 делить на 2, либо 21 минус 51 делить на 2. Тут получается минус 15, а тут получается 36. Ну, так как мы ищем... Так, тут тоже V1. Давайте, V1-1 и V1-2. Минус 15 быть не может, потому что отрицательное меньше нуля нам не подходит. Скорость не может быть отрицательной. Он же не в обратную сторону ехал, а в ту же самую из А в Б. А вот 36 вполне, поэтому это ответ. Скорость первого автомобиля была равна 36 км в час. Для пущей уверенности, что задача решена правильно, можно сделать проверочку, но я не буду этого делать. А вы в комментариях пишите, правильный ответ я получил или где-то ошибся все-таки. Ну и на этом у меня все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой телеграм. И пока, до новых интересных задач.